Это не сексизм, это просто график такой. Судейский корпус ЖХЛ завершил сборы по ЖКХЛ и МХЛ. Погода и холод на льду никак не влияют на настроение. Есть тут свои герои, вернее героини. Дарья Бросимова вернулась в Судейскую почти сразу после рождения ребенка. Сезон я пропустила, потому что у нас в семье пополнение. Такое мы планировали, специально подгадывали, чтобы у меня было время восстановиться. Потому что, возвращаясь к целям, у каждого спортсмена она есть. И мне бы очень хотелось попасть на Олимпиаду. Работа у нас действительно такая, скажем, нервная. Потому что, во-первых, хоккей – игра непредсказуемая. Ты не можешь предугадать. Даже если ты думаешь, что все пойдет, все будут играть вот так, то в первую очередь мы девушки. И у нас, в принципе, не может все быть под сценарием. Даже тренера, мужчины, которые нас тренируют, они понимают, что с нами договориться очень сложно. Сдача тестов на скорость, отработка техники катания. Без падений не обходятся. Но ведь и в игре такое случается. В отличие от коллег из КХЛ, женская бригада довольно молодая. Большей части арбитров нет и 25. После 18 лет окончания, как в школу закончили хоккей, перспектива либо идти в спортивный курьер, либо идти как судейство в более рабочую атмосферу. Я начинала на мальчиках тренировалась и очень любила, когда взрослых парней судила, которые выше меня на 2-3 головы. И мое самое любимое было это и разнимать их. То есть у них начинается завязываться драка. Я как маленькая снизу подлезаю. Но это было мое самое любимое занятие вообще. По сравнению с прошлым сезоном, внесены изменения в подготовку арбитров. Вся эта работа направлена на улучшение качества судейства. Мы привлекли в этом году двух тренеров. Одного мужчину. Это Артем Оленев. Он работает с хоккеистами высокого профессионального мастерства. Поговорили и пригласили мастера спорта по фигурному катанию Александра Деева. Также работает с фигуристами и с хоккеистами индивидуально. И они дали разнообразную программу на катание. Именно на развитие навыков постановки ног. Выхода из трудных ситуаций, когда под давлением от игроков находится на площадке судья. В самом конце сбора – тимбилдинг. Задание творческое. Придумать логотип следующего сезона ЖХЛ. А потом еще и нарисовать его весьма затейливым способом. Все дали волю эмоциям и креативу. Варианты оказались самыми разнообразными. Весы древнегреческой Фемиды, богини справедливости и хоккейный мишка. Конечно же, в свитере ЖХЛ. Пока запрет на социальные сети не добрался до девушек, фото в Инстаграм остаются неотъемлемой частью их жизни. Это же красивая лига. Цели у хоккейных красавиц серьезные. Для их достижения потребуется мужской характер и выдержка. Хотя без женских эмоций и обаяния в ЖХЛ не обойтись.